я хочу рассказать немножечко операционной системе windows 10 мне она нравится используя ее уже много лет значит ну естественно по мере значит работы с этой системой у меня появилась ряд программ которые я значит использую ну вот в частности люблю использовать также свои гаджеты вот тут у меня очень хорошо время там погода день недели число центральный процессор оперативка сколько мне на дисках место там значит свободного вот хороший гаджет выключить перезагрузить или значит пожалуйста заблокировать экран если вы куда-то там отлучаетесь чтобы ваше отсутствие никто там не подглядывал вот вернулись обратно пароль ввели и все нормально вот здесь значит вкладочка у меня есть я делал ее для себя назвал ее USB тут программа практически для работы жесткими дисками там форматирование и так далее видео значит SM Player OpenShot OBS Studio которую я сейчас вот напишу данный видеоурок Shotcut там Udacity вот утилитки там приложение значит ну броузеры тут как говорится мои там вишенка хорошая программка вот у меня кериш есть ну самая необходимая и вот программы которые которые я использовал много лет значит я практически их вот собрал и использую значит как я значит решал проблему вот у меня хорошенькая есть вот такая вот программа крониструемидж вот при помощи этой программы я делал значит образы значит один сделал для Windows 10 а другой для MX 21 вот у меня они значит созданы места на диске занимает они немного десятка значит вот у меня настроенная со всеми там делами занимает 25 гигабайт MX 21 11 гигабайт вот значит эти программы есть у меня флешечка на 114 там с половиной гигабайт и как видите у меня там еще значит расположены и софт и значит там и за сборочки и за сборочки десятка стрелец очень широко я использую для установки значит вот своих образов созданной программой акрониструемидж вот все у меня умещается и еще остается 60 гигабайт хотя вот очень у меня много тут набрано и софта там разного и прочее и прочее и прочее то есть вот достаточно иметь вот такую флешечку и у вас на ней всегда будет все самое необходимое ну вот значит ну что значит я считаю что вот лично по мне и по моему опыту значит десятка она практичнее и удобнее но опять таки это я выражаю свое личное мнение кому-то одиннадцать нравится а кому-то может восьмерка или семерка ах у кого как вот значит опять таки набор программ может быть совершенно самый различный вот все зависит от вас от вашего вкуса и так далее вот ну практически у меня на десятке стоит ну нормальная рабочая система такая вот которую я использую вот которую значит предпочитаю использовать наряду с линуксом вот такая вот у меня вот десяточка вот ну ладно значит теперь я перескочу на линукс поговорим значит о линуксе так я нахожусь на линукс mx21 wildflower с рабочим столом ценамон он мне ну просто нравится хотя хотя здесь у меня значит сделано их сразу несколько рабочих столов я вам сейчас это дело покажу смотрите вот если здесь я нажму вот так вот то видно что цинамон xf x-face плазма еще одна сессия x-face то есть любой значит в данном случае вот моя сборочка без паролей безо всего значит имя пользователя демо и пароль демо вот входим в нее вот таким вот образом выглядит сборочка созданная значит программой mx21 что там она такого подробного пишет мx21 что там флбак молот да какая разница не надо там ничего мне дисейбл делать вот так выглядит рабочий стол а там дальше уже вы его себе поднастраиваете а скачать вот можно будет под видеороликом мою сборочку с четырьмя рабочими столами вот по ссылке которая будет приведена ну под моим видеороликом вот просто вот я вам показываю как все это дело делается значит очень хорошие есть инструменты мx21 вот например такой снимок системы вот я сейчас что там у меня сделал у меня вот это программу лена она сродни систембаку который тихо мирно как говорится загнулся еще лет пять назад уже не работает а здесь вот пожалуйста значит эта программа позволяет сделать снимки текущего состояния состояния операционной системы вот и значит сохраняет их вот по указанному адресу home snapshot вот если я по этому адресу перейду значит ну тут надо вот админ вам нюанс вот посмотрите значит система делает два варианта первое сохранение учетных записей ну это для личного зернового копирования то есть сохраняет там все ваши пароли и так далее я же вам скидываю значит вот такой вот вариант где идет сброс всех учетных записей то есть этот дистрибутив видите для пользователей вот его вы сможете скачать под себя поднастроить дать другой пароль другое имя пользователя и так далее язык выбрать и этим делом пользоваться теперь посмотрим как все это дело выглядит вот посмотрите значит сейчас покажу вот снапшот вот полностью изообраз настроенные системы линукс занимает всего лишь четыре целых две десятых гигабайта что тут у меня программ напихано дай боже вот просто значит вот перечислю посмотрите ну вот допустим аудио аудасити там клементинка об с студия опеншот вот оба студия я сейчас использую для записи вот данного видеоролика то есть он у меня работает как на винде так и на линуксе вот опеншот видеоредактор тоже он работает и на винде и на линуксе смплеер вот simple screen рекордер работает только на линуксе и вот такие вот всякие нюансы вот графика там игры вот пожалуйста интернет представлен посмотрите brave browser five fox free download manager он работает и на винде и на линуксе вот очень хорошая программа причем качает файлы больших размеров и одновременно качает торрент файлы вот google chrome ну и вот еще тут ряд значит есть программ и так далее то есть очень ну скажем довольно таки богатый выбор вот офис очень хорошо представлен офис вот пожалуйста значит ну здесь вот ну самое самое все такое вот необходимое дело дано значит вот понимаете как значит винда она обладает всего лишь одним рабочим столом а здесь у меня их четыре я могу выбрать любой который мне нравится не нравится мало того еще там есть по моему несколько рабочих столов ну я их просто не ставлю потому что они мне не нравятся вот а так всего там рабочих столов я не знаю там штук шесть или восемь можно сделать на линуксе то есть по вашему как говорится вкусу и по вашему усмотрению о самой операционной системе линукс вот сколько я лет уже не пользуюсь лет десять или пятнадцать линуксами я ни разу не ставил ни одной антивирусной программы на линукс вот так вируса устойчивая работает как трактор вот очень хорошая такая вот стабильная система значит все в ней есть самое необходимое то есть вот видите я вам показал как она создает свои изообразы настроенные операционной системы но еще у нее есть и такая программ буллинг таймшифт при помощи программы таймшифт я значит практически вот создаю значит самые различные там образы причем всегда могу посмотреть там дату я пожалуйста смотрите 18 я делал 1 и вот уже она мне так настроена что сама делает значит еще образы системы вот пожалуйста mx21 там .2 .1 wildflower и прочее вот все здесь есть и все хранится как говорится вот пожалуйста можно всегда посмотреть где оно хранится вот здесь вот таймшифт ну ну что сказать ну хорошая стабильно работающая операционная система вот и все частенько я значит пользуюсь еще и вот такой программой вот покажу вам вот у меня 9.6 гигабайт на жестком диске из 50 то есть у меня практически там четырех там или пятикратное превосходство имеется памяти 6.3 из 15 и цпушка тоже видите как рационально используется причем значит вот в этой программочке стейсер значит вот есть вот такая вот еще интересная штучка вот я нажимаю еще раз делаю отметочку заводим в пароль и значит вот программа сама показывает смотрите освободила 300 мегабайт и теперь несколько сборочка стала поменьше там было 9.6 тут уже где-то 9.3 вот очень тоже такая вот хорошая программулина ну а то как на ней работают там все эти браузеры и так далее все работает точно так же все точно так же и вот пожалуйста восстановить ну пожалуйста вот вот вам сразу даю полезную информацию значит что происходит в мире линуксов сайт называется distra watch точка ком вот за последние 10-15 лет это сайт номер один где можно взять самую свежую информацию о линуксах и вот уже несколько лет подряд mx linux стоит на первом месте ну как вы думаете пользователи такие тупые что ли раз они вот сделают вот такие вот рейтинги ну конечно нет тут люди обмениваются своими мнениями о том что значит нравится что не нравится вот и со временем вот выкристаллизовывается необходимые программы вот значит вот так же работает как на винде так и на линуксе мировое время часика вот значит у меня вот поливерпулю время я смотрю там вот четыре утра ну вот и востополе москве там владивостоке камчатке все это дело есть вот так же значит ватсап у меня стоит телеграмма стоит это обычный мессенджер значит ну практически все самое необходимое здесь стоит вот здесь значит вот я просматриваю там свои любимые там сериалы и так далее вот вот я допустим закончил смотреть сериал Гавайи на следующем я там вот ну вот Смерть в раю вот тоже значит сериал длинный ну довольно-таки любопытный вот я значит вот остановился на четвертой серии смотрю ну а что там как и почему да ради бога значит у меня отметка есть вот отметка на серии вот пожалуйста значит сделано все на там двадцать третьи секунды на пятой серии заснул я или что-то там случилось проснулся ага а там уже там у меня там двенадцатая допустим серия а я взял вот обратно ее вернул значит на пятую серию и с момента как говорится когда я там заснул вот я опять могу начать смотреть продолжение своих сериалов вот такая вот любопытная штуковина значит ну а о том как выглядит линукс вот пожалуйста значит я вам показал что значит тут можно выбрать и рабочие столы вот и тоже вот очень приличная такая вот я называю ах как бы пообразнее сказать ну по типу гаджетов на винде вот ну я называю здесь как приборной доской автомобиля тоже очень много всякие всякой полезной информации вот посмотрите значит число месяц год день недели время система какая версия какое ядро время работы сколько там температура процессора 20 градусов процессор центральный вот 18 процентов берет оперативка там 35 это при том что я делаю видеоролик все это дело пишу на видеоролике вот своп у меня практически не используется хотя подключен вот то есть вот понимаете ну все это достигалось скажем так годами опыта своими там и так далее вот смотрите у меня значит в корне имеется значит 50 гигабайт а занято всего лишь 9 а в домашней территории там порядка там по моему 140 было гигабайт а занято всего лишь там 15 то есть запасы прочности у меня здесь скажем очень и очень приличные значит и что еще большое преимущество преимущество вот ну как бы это сказать ну вот работает линукс не просто вот на на средних машинах на сильных он вообще летает он даже на очень слабеньких машинках на старых компьютерах он работает там где как говорится даже винда не тянет а он берет и вытягивает все вот понимаете какие вещи то есть люди которые делали линуксом x21 они очень сделали хорошую работу на сегодняшний день вот это первоклассная система линукс и я просто вот могу как пользователь оценить ее создателей то есть ребята проделали очень нужную работу вот потому что линуксов много но вот mx21 они действительно номер один вот вот такие вот операционные системы о которых я сегодня хотел поговорить чтобы мы имели так сказать ну скажем так общее представление как они выглядят могли взять скачать себе попробовать по-любому можете на флешку закачать если понравится флешки можете поставить себе на жесткий диск как вам нравится вот ну ладно значит самое необходимое значит я вам сказал показал поэтому желаю вам всего самого хорошего всяческих успехов и до новых встреч вот по-надему м у до 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 Продолжение следует...